приветствую всех на нашем канале в этом видео мы наконец-то добираемся до одной из ключевых точек своего путешествия мы салонга небольшой городок красивый и уютный встречает путешественников буйным цветом рождественской звезды разноцветными домиками и приметой нынешнего времени закрытыми рольставными многих магазинов наших планах это место соперничала со знаменитой горной деревушкой пай но к сожалению объять необъятное невозможно и после неоднократного прокручивания маршрута мы все же остановились на мессалонге и не пожалели большинство русскоязычных описаний называет это место небольшой деревушкой деревня это или все же небольшой городок судите по картинке сами нам все же это место не показалось деревушкой свою первую поездку на север мы были в деревне хмонгов на доисоте вот там была настоящая деревня мы салонг расположен на самой высокой вершине горного хребта до м салонг на высоте 1134 метра над уровнем моря как и большинство поселений в таиланде расположился вдоль основной дороги которая петляет по горному хребту официальное название этого места сантикири холм мира именно это название выдают сайты букинга отелей но на всех дорожных указателях на пути и на картах google сохранено название мессалонг это сейчас мессалонг одна из чайных столиц тайланда но так было не всегда мессалонг находится как раз золотом треугольнике бирма лаос тайланд и в шестидесятых семидесятых годах прошлого века мессалонг был одним из крупнейших поставщиков героина в ювэа это поселение было основано в середине прошлого века китайскими военными беженцами бежавшими от правления мао цзэдуна в 1961 году тайское правительство предоставило убежище для 4 тысяч солдат в обмен на их помощь в борьбе правительства против тайских коммунистов только в 1982 году солдаты смогли сложить оружие и начать налаживать мирную жизнь мессалонге в качестве награды за службу правительства тайланда предоставила гражданство большинству солдат и их семьям в течение десятилетий жители мессалонга предпочитали заниматься выращиванием опиумного мака и торговлей опиумом до середины семидесятых годов до эмэ салонг был строго закрыт для посторонних король тайланда рама 9 предложил населению выращивать чай и овощи дав гарантию что правительство тайланда будет полностью выкупать продукцию и только в конце восьмидесятых годов правительству тайланда удалось достигнуть прогресса в борьбе с выращиванием мака и наркоторговли была разработана программа замещение культур которая стимулировала выращивание чая кофе кукурузы и фруктовых деревьев заменив ими опиумный мак созданы фруктовые сады и чайные фабрики а затем производственные мощности для производства фруктовых вин и китайских трав которые особенно популярны среди тайцев и туристов из китая и тайвана попытки отделить этот район от его имиджа опиумной зоны было введено новое название сантихири холм мира поселение извлекло выгоду из своей уникальной истории и превратилась в туристическую достопримечательность став одним из десяти лучших направлений тайланда среди туристов все бы хорошо но оставались еще очень бедные горные народы которые выживали за счет выращивания опиума границу с мьянмой проходящий в основном по реке кок менялась несколько раз каждое изменение означало что племя теперь принадлежит другой стране в конце концов в начале двадцатого века граница была передвинута на три километра севернее и все племена оказались под юрисдиктой тайских властей рама 9 запустил программу обучения горных племен выращивание грибов чая и других сельхозкультур доехав наконец до масса лонга мы засиделись в отель обычный отель мы выбираем на букинге но ничего подходящего по цене и качеству мы не нашли нашли на огонь отель довольно новый как и большинство отеля здесь располагается на склоне холма вид из части номеров на живую изгородь за которой находится стена строящегося дома видимо тоже отеля мы бронировали номер с видом на горы и получили вид на горы на рассвет а также домики местных жителей с прилегающими огородами курами петухами которые не дадут проспать рассвет совсем недалеко от отеля местный сэвен-эвен с обычным ассортиментом несмотря на удаленность проблем с питанием не было в округе несколько кафе мы выбрали cj кофе nt почти напротив сэвен-эвен вообще сложилось впечатление что сэвен-эвен это местный центр готовят вкусно и недорого а за дорогу мы прилично проголодались интересно что в этом кафе всегда был народ кафе напротив почему-то было пустое вечеру на закат мы отправились на местную достопримечательность чеди построенную на холме недалеко от деревни честь принцессы матери для этого нужно было сначала дойти до храма внизу 400 метрах от отеля найти лестницу ведущую вверх она слева от храма и преодолеть 716 ступеней если не торопиться то лестница удобная и подниматься по ней несложно нам пришлось поторопиться потому что уходило солнце со смотровой учени на 180 градусов открываются шикарные виды на горы на май салонг и где-то там находится граница с ямой цена отеля за одну ночь составила тысячу сто семь бат и это со скидкой и это не самый дорогой отель масалонги утром встретив рассвет позавтракал в отеле мы продолжили свое путешествие дальше на север золотому треугольнику и о новостях но в принципе новостей никаких нет все в ожидании количество заболеваний растет на 25 был 81 случай на 26 110 и на 27 уже 121 в основном заболевшие в районке была какая-то вечеринка и перезаражали там друг друга все эти случаи связаны с заражением провинции саму цахко вот такие дела и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok